День работника пищевой промышленности День работника пищевой промышленности Або тих і других новостях ви узнаєте подробні в течение слідущих 20-ти минут А на початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі інформації, про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet У п'ятницю відбулася зустріч у нормальському форматі президентів України і Росії Участь у зустрічі також брали президент Франції Франсуа Оланд та канцлер Німеччини Ангела Меркель На переговори в Мілані досягнуто стриманого прогнес прогресу в газовому питанні Про це заявив Петро Порошенко після завершення переговорів За словами глави нашої держави, домовлено про основні параметри контракту і зараз завершуються переговори з приводу джерел покриття дефіциту коштів для фінансування цього контракту Вищі навчальні заклади прийматимуть сертифікати ЗНО лише поточного року Нововведення започаткують з наступного року Натомість сертифікати попередніх років втратять чинність Про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Савсун За її словами, практика, яка була запроваджена у 2010 році, коли використовувалися сертифікати минулих років, нелогічна Бо результат ЗНО рейтинговий На території Іллічовського городського совєта роботають два крупних підприятия піщевої промишленності В воскресенье свой профессиональний праздник – День работника піщевой промишленности – отметят коллективы фабрики «Укркава» и предприятия «Аквафрост» Іллічовськ уже несколько лет може считаться одним із флагманов української піщевой промишленності На території Іллічовського горсовета расположены і успешно работають несколько предприятий отрасли Завод, занимающийся переработкой рыбной продукції «Аквафрост», существует около 15 лет Трудовой коллектив предприятия насчитывает 1000 чоловік Здесь выпускают более 100 номинований продукции Компания «Водный мир» развивается, несмотря на это трудное время в стране Коллектив нам удалось сохранить Мы всех приглашаем жителей Іллічовска, близлежащих населенных пунктов Сейчас идет набор работающих, пожалуйста, приходите, работайте мы вам с удовольствием встретим У нас полный соцпакет, средняя заработная плата составляет за 9 месяцев 3562 гривны Из сырой рыбной массы путем технологических преобразований, перемешивания, формовки, прессовки, варки и охлаждения Рождаются продукты, которые многие из нас видят на прилавках магазинов Мощность предприятия свыше 1000 тонн продукции в сутки Современное производство практически полностью автоматизировано За процессом следят опытные сотрудники О своей главной задаче работники предприятия считают выпуск качественного и вкусного продукта Работаю в группе компании «Водный мир» уже порядка 13 лет Работу свою люблю, знаю Каждый день пытаемся совершенствовать, разрабатывать новые виды продуктов Для того, чтобы потребитель каждый день мог получить что-то новенькое от вас Еще одно предприятие пищевой промышленности с полным циклом производства Ильичевский кофейный завод компании «Укркофе» Здесь трудится около 200 человек Завод может выпускать до 5 тонн готовой продукции в сутки Кофе «Сырец» приходит в Ильичевский морской торговый порт Затем зерна кофе поступают на завод, чтобы после очистки, сортировки, обжарки И целого ряда технологических процессов превратиться в ароматный продукт Перерабатываем зеленое зерно до получения готового продукта Сложный технологический процесс Но наши сотрудники за те три с небольшим года, как мы существуем и работаем Достойно освоили предприятие Выпускают достойный конкурентоспособный продукт Который сегодня уже получил отклики в сердцах потребителей И все больше и больше набирает популярность в нашей стране и в городе Наши предприятия выпускают весь спектр кофейной продукции Растворимый кофе порошковый агломерированный Жареный зерновой молотый Кофейные напитки три в одном Кристина Рачук после окончания Одесской академии пищевых технологий Пришла на предприятие лаборантом Сейчас занимает должность технолога Свою интересную работу молодой специалист любит И считает, что коллективу завода есть чем гордиться Мне работа очень нравится У нас очень дружный коллектив Продукция, которую мы выпускаем Мы ей гордимся, потому что мы в нее вкладываем душу Как говорится, и все свои силы Наше руководство всегда нас поощряет Всех лучших работников За это мы им очень сильно благодарны Советую пить вам наше кофе Подриться и, как говорится, быть здоровыми Несмотря на сложную экономическую ситуацию Предприятие не останавливалось ни на один день У коллектива завода Амбициозные планы по наращиванию темпов производства И разработке новых позиций Выпускаемой продукции В преддверии профессионального праздника Сотрудники предприятия получают поздравления И грамоты Одесской облгосадминистрации А также руководство компании Укрхофе Руководители крупных Ильичевских предприятий Пищевой промышленности Искренне поздравляют с профессиональным праздником Всех своих коллег Я хочу также поздравить всех пищевиков города Ильичевска С наступающим праздником И всех представителей Пищевой промышленности С наступающим праздником Всем добра, мира И новых трудовых достижений От имени коллектива Хотел бы всех коллег поздравить с наступающим праздником Дня работников пищевой промышленности Успехов Успехов Обеспечены смежные предприятия отрасли А украинский потребитель И получают качественную востребованную продукцию Очередное заседание комиссии по вопросам строительства Регулирования земельных отношений Охраны окружающей среды Состоялось в минувший четверг Среди прочих депутаты рассмотрели вопрос О размещении торгового киоска с автобусной остановкой На улице Данченко Заседание Постоянной депутатской комиссии по вопросам строительства Регулирования земельных отношений Охраны окружающей среды и благоустройства Провел ее председатель Александр Лисица В работе комиссии Приняли участие секретарь горсовета Ольга Боровская Первый заместитель городского головы Сергей Быченко А также представители отделов и служб исполкома Депутаты заслушали информацию О ходе выполнения договоров аренды земли В части благоустройства прилегающей территории Затем комиссия обсудила письмо управления Архитектуры и градостроительства Касающиеся размещения на улице Данченко В районе дома номер 2 Торгового киоска вместе с автобусной остановкой Депутаты решили более детально изучить вопрос Поэтому он будет повторно рассмотрен На следующем заседании Члены комиссии рассмотрели заявление Ильичевского городского потребительского общества О проведении реконструкции торговых киосков Расположенных на улице Александрийской Возле рынка Вечерний Однако еще в 2012 году Суд принял решение об их сносе В связи с этим депутаты Рекомендовали отказать заявителю До исполнения судебного решения Члены комиссии также рассмотрели Вопросы о земельных правоотношениях И о ходе выполнения рекомендаций Постоянной комиссии за третий квартал текущего года А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей В связи с заменой опоры в субботу 18 октября С 8 до 17 часов будет отключена электроэнергия В селе Бурла-Чебалка В садовых обществах «Виноградарь» и «Таир» На причале номер 423 Железной дороги В поселковом совете школе Нарскважине, автозаправочные станции Предприятиях «Приватморепродукт», «Геологический порт», «ЕАТК», «Украина», «Черноморский флот», «Спецлогистика», «Универсалпром», «Пламастерские», «Рыбфлот», «Золотое Руно», «Тумен Электро», «Лиман», «Одиссей» и «СПД Орел» В связи с плановыми ремонтными работами В понедельник, 20 октября Будет отключена электроэнергия В поселке Александровка По улицам Васильковой, Заводской, Звездной, Зеленой Карломаркса в домах с 20 по 82 И с 27 по 81 Комсомольской, Кооперативной, Кирова Корабельной, Лазурной, Ленина Со 2 по 86 И с 1 по 87 дома Лиманской, Набережной, Новоселов Огородной, Озерной, Октябрьской Отрадной, Парусной, Петровского Победы, Пионерской, Полевой Радостной, Ромашковой, Свердлово Сельскохозяйственной, Советской, Судоремонтной Спортивной, Толстого в домах С 1 по 37 и со 2 по 28, Шевченко, Энгельса, Энтузиастов в переулках Верхнем, Западном, Зеленом, Набережном, Пушкино с 23 по 35 дома, Северном, Судоремонтном Поселковом совете, Почте, Детсаду, Школе, ГРС, Насосно-Ильичевского водоканала, Ощетбанке Предприятиях, Черазморпуть Одесская группа МАС, Агрос, ЦСС, Империя, Агромат Также наружное освещение Также в понедельник в течение дня 2 раза по 30 минут от электроэнергии будут отключены фабрика Эврика Учхоз Трофимова, автозаправочные станции Алькор и Бром. Ильичевский РЭС приносит свои извинения за причиненные неудобства По информации Ильичевской бассейновой больницы водного транспорта с 10 по 17 октября на пункт связи скорой помощи поступило 235 вызовов из них 43 к детям, ложных вызовов не было. Бригадами скорой помощи оказано медицинской помощи на дому 147 гражданам доставлено в приемный покой для госпитализации 66 человек 2 вызова были связаны с дорожно-транспортным происшествием Всего в приемное отделение больницы обратилось 452 человека из них 267 было госпитализировано В травматологическое отделение поступило 149 человек из них с травмами криминогенного характера 6 человек, укушенными с предящими животными 2 человека и 3 человека пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях за минувшую неделю в Ильичевске родилось 22 ребенка 8 мальчиков и 14 девочек Ильичевские избиратели запомнят октябрь не только по разноцветным палаткам различных партий и огромному количеству агитационных материалов Благодаря действиям кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины в городе за последнее время появились новые детские спортивные площадки, пешеходные дорожки большую поддержку получили некоторые школы и детские сады Предвыборная кампания хороший индикатор отношения кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины к электорату. Городские власти Ильичевска приветствуют любые начинания которые идут на благо территориальной громаде На территории 140-го избирательного округа в состав которого входит Ильичевск предвыборную кампанию проводят 25 кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины многие из них хотят внести вклад в развитие нашего города. Те кандидаты которые действительно серьезно заявляют о себе, да они работают в городе мы никому не препятствуем мы наоборот приветствуем чтобы было как можно больше в городе кандидатов все равно пройдет один но чтобы было как можно больше чтобы они достойно конкурировали между собой и чтобы жители нашего города прочувствовали это не только в листовках в палатках количество там газет и все такое прочее а чтобы прочувствовали какими-то добрыми делами площадками детскими, спортивными какими-то новыми окнами в школе или в садике какими-то отремонтированными подъездами за асфальтированными улицами все что кандидат предлагает городская власть идет всем навстречу деятельность некоторых кандидатов народные депутаты не ограничивается предвыборным периодом будучи депутатами Ильичевского городского совета они стараются выполнять обязательства перед своими избирателями не взирая на нынешний статус очень много было сделано в плане благоустройства городской территории особенно моего округа это высадка зеленых насаждений это ремонт жилого фонда это были перекрыты крыши новые сделанные ремонт входных групп на подъездах ремонт соколя во многих домах на моем округе произведен раз в месяц раз в два месяца я прихожу в наш центр детей инвалидов радуга который находится на героях Сталинграда я там с самого дня основания этого центра уже 6 лет постоянная помощь этому центру я взял подшефную что там на моей территории находится больница поэтому это подшефная также территория это детское родильное инфекционное отделение нашей больницы Сергей Николаевич Червачев являясь депутатом Личевского городского совета всегда занимает активную жизненную позицию он дважды избирался от Александровки депутатом Личевского городского совета Александровка небольшое село там все друг друга знают и просто так не изберешься что было сделано в Александровке это дороги освещение ремонт школы ремонт детского садика индивидуальную материальную помощь ремонт поликлиники и так кровли и так далее если говорить по Личевску первое что хотел бы отметить самое главное это развитие детского спорта сейчас у нас к сожалению в стране обстановка такая что люди находятся на фронте Червачев из своих средств помогает экипирует солдат там в АТО покупает им бронежилеты каски экипировку предвыборные обещания ничего не стоят если люди не видели какой вклад в развитие города внес кандидат до начала избирательной кампании на сегодняшний день говорить о том что делается перед выборами ну наверное надо делать не перед выборами надо делать это постоянно проводить какую-то работу и чтобы твоя работа была видна ее оценивали главное положительно люди мы на сегодняшний день как кандидат депутат поставим там поставили скамейки там на парковой во дворах постараемся что-то сделать чтобы люди как бы оценили нашу работу но это не должно быть что мы делаем сегодня прошли выборы и мы забыли на сегодняшний день у нас ну вот есть дорога основная так называемая пятиминутка и нету там к сожалению тротуара велосипедной дорожки договорились и сделаем как бы такую велосипедно-пешеходную дорогу дорожку которая соединит Ильичевск с молодежной начинали свою деятельность с памятного места жертвам голодомора которое было заброшено в районе Бугова сейчас вы видите как оно выглядит благодаря инициативе моей общественной организации также мы восстановили много секций которые закрывались от недостатка спонсирования от недостатка финансов вы сами прекрасно понимаете это зарплаты тренера оплата спортзала мы возрождаем шахматно-шашечный клуб мы провели на днях открытие сезона там было больше ста деток которых мы поздравили с победой это детки которые уже показывают большие результаты хочется чтобы жители нашего города запоминали и оценивали кандидатов народные избранники не по цветам палаток и количеству газет календарей и плакатов а по реальным делам которые принесут пользу территориальной громаде на этой неделе в нашем городе прошло сразу несколько спортивных соревнований не менее насыщенными обещают быть и выходные дни со вторника на стадионе школы номер семь проходят игры турнира по футболу кожаный мяч среди школьных команд города в нем принимают участие девять команд представители почти всех школ Ильичевска территориальной громады игры турнира проходят по круговой системе в двух подгруппах по результатам трех дней определились лидеры подгруппы А на первом месте футболисты шестой школы на втором второй школы команда Александровской школы третья а команда Ильичевской гимназии стала четвертой финальные матчи соревнования пройдут в понедельник В субботу 18 октября во дворце спорта юность пройдет открытый турнир города Ильичевска по лаутайским боевым искусствам посвященный 70-й годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков Мы в течение года делаем три турнира это в этом году это второй приедут к нам гости с Николаева с Гребенчуга с Кировограда Одесса приходите будет очень интересно В турнире примут участие шесть команд в состав которых вошли спортсмены самых разных возрастов В возрастной категории от самому маленькому юному бойцу будет пять лет и самому взрослому в турнире в основном это будет детский и юношеский турнир и конечно будет работать только мужчины к сожалению в этом году не будет у нас женских парк Лао Мэ один из самых зрелищных видов спорта поэтому у любителей боевых искусств есть возможность посмотреть на яркие бои и поболеть за Ильичевскую команду Музыка 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 Завершуючи наш информационный випуск пропонуємо в вашей увазе перелік культурно-масовых та спортивных заходов які відбудуться в нашому місті у ці вихідні дні У суботу та неділю о 10-й годині на стадіоні школи номер 7 розпочнуться матчці у рамках чемпіонату міста з міні футболу О 12-й годині в шахово-шахматній школі почнеться турнир вихідного дня шахів серед хлопців та дівчат А в Музею образотворчого мистецтва протягом вихідніх днів експонуватиметься виставка картини Лішівської спілки художників У суботу 18-го жовтня за Палацем спорту Юніс відбудеться осінній сільськогосподарський ярмарок який почне працювати з 8-ї години ранку О 13-й годині у Палаці спорту Юніс розпочнеться відкритий турнір міста Помуаєтай О 14-й годині у Малій залі Центру культури і мистецтв за адресою вулиця Хантадзі 7 відбудеться презентація авторського поетичного збірника «Пространство Многоточий» талант новитого поета голови Лішівського спілки письменників Леоніда Кулаковського А з 18-ї години на майданчик у Приморському парку лунатимуть пісні на свіжому повітрі У суботу протягом дня в Олександрівській бібліотеці відбудеться тематична полиця порада інвалідність – це не вирок до Дня інвалідів У неділю 19 жовтня у 9-й годині 30 хвилин у Палаці спорту «Юність» розпочнеться першість Одеської області по карате «До» З 15-ї до 21-ї години 30 хвилин біля Палацу спорту «Юність» громадська організація «Право» та благодійний фонд «Єдність» проводитиме акцію «Збережемо життя» З 16-ї години лічивці запрошуються в Приморський парк на майданчик з правої сторони від головного входу тут проходитиме концертна програма «Под нєбем галубим» за участю учнів та викладачів Іллічівської дитячої школи мистецтв імені Нагаєва А з 17-ї години також у Приморському парку свою танцювальну програму пропонує муніципальний духовий оркестр Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!